Всем большой привет! Меня зовут Наталина, и сегодняшний видео у нас с вами из рубрики Моаналитика. Итак, кого же мы будем разбирать сегодня? Конечно же, конечно же, Кристину Агилеру. Я думаю, по моему парику вы могли догадаться, ну и в целом по названию его видео, наверное, тоже. Что мы делаем в этих видео? Мы с вами берем какую-то звезду и разбираем ее макияж. Не в том плане, что плохой он, хороший и так далее, но я стараюсь брать таких звезд прям мощного мирового масштаба для того, чтобы мы с вами посмотрели, как работают самые крутые визажисты и стилисты, и почему именно так, а не иначе они делают. Мы с вами разбираем также форму лица, форму глаз этой самой знаменитости, для того, чтобы вы могли себя соотнести, например, с этой знаменитостью и понять, как вам делать макияж. Возможно, что-то изменить, возможно, что-то добавить. Также в этих видео у меня нету цели прям перевоплотиться в этого человека. Я просто на своем лице делаю макияж, использую те фишки, которые использовала эта знаменитость, либо ее визажист. И, ну, паричок просто для настроения. И, знаете, я, наверное, хотела очень взять Кристину Агилеру, потому что она очень нетипичная в этом плане селебрити, потому что у нее нету какого-то ее фирменного классического макияжа. У большинства исполнителей на самом деле он есть. То есть, часто он есть у актрис. То есть, не все любят как-то экспериментировать с макияжами. А вот у Кристины, у нее есть типичный ее макияж в губах, но вот что касается глаз и вот целостного такого лука, у нее его просто нет. И, с одной стороны, это очень-очень круто, потому что она много экспериментирует. У нее бывают и какие-то цветные макияжи, какое-то все блестящее, какие-то суперматовые. Наверное, один из ее образов, который, ну, навевает какие-то воспоминания. Ну, нет, парочка, наверное, таких образов, я бы сказала. Наверное, это черные смоки из начала ее эпохи, да, когда были такие вот эти консилерные губы и черные смоки. Также это классический голливудский макияж, когда это черные стрелки, красные губы. И, наверное, еще бы я сказала, что ей часто достаточно делают нейтральный макияж, который мы делали в макияже Адель. И в макияже Тейлор Свифт тоже очень похожий был макияж. Ну, сейчас мы будем с вами разбирать все с картинками, но просто я хочу вам сказать о том, что здесь будет немножечко сложнее, потому что здесь у нее нету прям вот такого, что вот это база, это нету базы. То есть у нее вот есть определенные эпохи. И вот должна сказать еще, что макияж, типа как мы делали макияж Тейлор Свифт и макияж Адель, вот макияж, наверное, Адель, это тот вариант макияжа, который самый популярный среди вообще всех селебрити, когда это достаточно активная стрелка, активно простроенная такая, ну, темновато-бежевая складка и какой-то матовый оттенок на всем подвижном веке. Это прям вот я всех звезд рассматриваю, такая, блин, дайте что-нибудь новенькое. Ребята, я знаю, что многие из вас едят, когда смотрят мои видео, и именно поэтому сегодня я хочу вам порекомендовать вот такие вкуснейшие, полезные перекусы от фитнес-шок, которые не повредят вашей фигуре. Я думаю, что многие из вас знают, что последний год-полтора я активно занимаюсь своим здоровьем и также своей фигурой, и фитнес-шок мне очень в этом помогают, потому что у меня бывают приступы, когда мне просто необходимо съесть что-то сладкое, хотя в обычной жизни. Я на самом деле не прям кидаюсь на какие-то шоколадки, но фитнес-шок закрывает на 100% мою потребность в сладком, потому что здесь офигенный состав, здесь отличный баланс по всем ингредиентам и по КБЖУ. Эти снеки можно использовать в качестве просто какого-то полезного перекуса или, например, их съесть после тренировки. В продукции фитнес-шок нету сахара. Также мука здесь заменена на миндальную муку. Ребята, фитнес-шок вышла вот такая новинка – браунь. Боже, какой аромат! Вы себе просто не представляете. Ох! И как же это вкусно! Есть ощущение, что мне пора снимать мукбанги. Это у меня шоколадный брауни, а это кокосовый брауни. Очень удобно взять с собой в качестве перекуса в какую-то дорогу, в путешествию, в спортзал, просто когда едете на работу или на учебу. Вот этот брауни просто потрясающий! Кокосовый тоже очень вкусный. Для тех, кто любит кокосовый вкус, я не отношусь к таким людям, поэтому я отдаю мужу. Очень крутой фитнес-шок – вот этот батончик-шокер. В этом батончике всего 138 калорий. Здесь цельный арахис внутри. Изюм и хрустящий шарик. И, знаете, вот такой тягучий карамели. Он легкий, в меру сладкий, потому что я не люблю прям такую сладость, которая даже раскомно на зубах набивает. Я не могу продолжать снимать дальше, я просто хочу остаться вдвоем с этим батончиком и просто наслаждаться им. Он без сахара, минимум простых углеводов. И это ли не чудо? И это ли не прелесть? И, конечно, фитнес-шок не мог оставить вас, моих подписчиков, без промокода на их полезную и вкусную продукцию, которая является просто прекрасной заменой, вредным всяким сладостям и конфетам. Так что вот мой промокод. Обязательно используйте его при покупке на Озон. И, естественно, ссылку и промокод я оставлю дополнительно в инфобоксе внизу. Ну и приятного вам аппетита! Кристина Агилера. Вот знаете, когда я была маленькая еще, была всегда Тим Бритни и Тим Кристина. Я была всегда за Кристину. И она мне прям нравилась. Но, вы знаете, мне всегда нравилась больше именно ее эстетика, нежели ее музыка. То есть музыка была у меня больше такая, типа, Бритни. Но именно вот внешне. Ну, потому что, наверное, она в какой-то момент, знаете, перевоплотилась вот после Джинни и на Баттл в такую терскую. И вот после Клипадёти. Это вообще у меня пирсинг в носу. Потом, вдохновляясь этой эстетикой, я сделала себе пирсинг вот здесь. У нее одно время еще косички, по-моему, были. Я тоже делала косички. То есть эстетика вот того времени прям... И мне кажется, вот у нее вот то, что я сегодня пыталась воплотить, да, это вот все примерно из той же эстетики. Она одна из первых, ну, насколько я помню вот тогда, как это воспринималось, стала носить. У нее были светлые платиновые волосы и черные пряди внизу, и красные пряди. О, короче, это просто был кайф. Также еще хочу сказать, что невероятно сложно было найти ее фотографии без макияжа. Я их вообще, помню, не нашла. Но у меня были какие-то детские ее фотки, потому что я хотела понять все-таки форму лица, там, натуральный цвет волос. Короче, очень мало. Вот я помню, что у Тейлор Свифт тоже вообще не было фотографий без мейка. Давайте посмотрим на нее в детстве. Мне кажется, что мы, конечно, с ней педрушки. У нее цвет волос очень похож на мой цвет волос. Кстати, Кристина Агилера, у нее, я прочитала, что у нее отец из Эквадора, а у ее мамы, у нее корни из Голландии и из Англии, и из Германии, то есть вот из тех регионов. У нее дала латиноамериканцев нетипичная внешность, и она, естественным образом, у нее с такой русый цвет волос. Но есть вероятность, что он с возрастом чуть-чуть потемнел, но в целом, вот судя по этим фотографиям, я бы сказала, что у нее цветотип весна, то есть у нее более теплый оттенок волос, то есть это не прям холодные мышины, да? Ну, я думаю, видно, что здесь прям вот золотишко у нее в волосах, и кожа нейтрального оттенка. Мне, кстати, поэтому на Кристине меньше всегда нравились холодные оттенки волос, потому что Кристина была и в блонде, и в рыжем цвете, и в черном цвете. И, честно говоря, я, поскольку тоже цветотип весна, ну, если мы как бы ориентируемся, да, немножечко на вот эту терминологию, да, на вот эту классификацию людей, мне кажется, что это один из тех типажей, которым проще всего мимикрировать под любой другой цветотип. И хочу тоже обратить ваше внимание, что она всегда типа такая с загаром, именно потому, что у нее платиновый оттенок волос, и вот у меня сейчас, и то эти, знаете, платиновые волосы, я их не до конца высветляла, чтобы они не были прям белые, потому что у меня лицо, я начинаю сереть, и я тоже под холодные оттенки волос всегда утепляю лицо, делаю его более бронзовым, более загорелым, для того, чтобы все вот это дело сбалансировать. По поводу ее формы лица. У меня, конечно, много разных фотографий, и выглядит ее лицо везде по-разному. Я бы сказала, что у нее прям такой овал, но есть ощущение на некоторых фотках, что он немножко, ну, вся пропорция удлиненная, то есть как бы овал, и как будто чуть-чуть вот так вот его потянули, но это может быть просто из-за фотографий. Есть у меня еще ощущение, мое любимое слово, что в какой-то момент ей подвытянули подбородок. Также у Кристины были периоды, когда она была супер худая, когда она поправилась, когда она стала средняя. Ну, то есть, story of my life. Кристина, мы с тобой педрушки просто с первых кадров этого видео, и у Кристины я не вижу, честно говоря, следов пластики у нее на лице, я не вижу у нее следов, например, там, ринопластики. Я, опять же, не хирург, но как бы иногда какие-то изменения видны, и из того, что я вижу, это изменение формы губ, причем не очень удачного. То есть у нее были губы, ну, просто с возрастом губы становятся меньше, и у нее и так верхняя губа была небольшая всегда, и как бы она решила ее увеличить, вот когда только-только ей это сделали, это выглядело, ну, максимально так себе, особенно в движении, то есть на фотках, еще вот здесь посмотрите, как у нее торчат, притом, знаете, в чем прикол? Мне, когда один из предпоследних разов делали контур на пластику, мне сделали очень похожую форму губы, у меня до сих пор за счет фиброзы остался вот этот клювик здесь, да, я вот об этой части говорю, и была очень похожая форма, и плюс мне еще укололи ботокс, и она у меня как-то вывернулась, мне это тоже не шло, и выглядело вообще максимально странно, но сейчас вроде у нее как бы все хорошо выглядит, все ей выровняли, и слава богу, выглядит она супер, красотка вообще неимоверная, давайте просто полюбуемся на нее, из-за того, что я вижу, я думаю, сразу бросается в глаза, один из основных приемов макияжа ее, который используется, это максимально большие ресницы, прям везде, и их ей прям вот клеят, что они вообще лоб почти закрывают, для того, чтобы, ну понятно, чтобы издалека было лучше видно, и для того, чтобы внешний уголочек подтянуть, то есть такой вот лисье, писье глазки у нее, сейчас ей делают это овальное лицо, с четким подбородком, именно поэтому мне кажется, что ей могли сделать, увеличить подбородок, когда она набирала вес, потому что таким образом, как бы можно нивелировать вес, и сделать визуально, как будто лицо более худое, ну вот здесь вот лицо выглядит странно, мне кажется, что здесь какой-то фотошоп, потому что здесь, я бы сказала, что у нее прям прямоугольное лицо, такой вытянутый, хороший прямоугольничек, но вот эти части на многих фотографиях, вот смотрите, мы смотрим сбоку, и у нее вообще нет угла челюсти, ну просто здравствуй, просто как дела, ну то есть вот он уголок челюсти, да, и как бы все, а для того, чтобы лицо выглядело прямоугольным, ну должно быть вот здесь вот что-то торчать, и вот здесь мы тоже, ну как бы не видим этих углов, да, это такая овальная форма, поэтому мне кажется, либо она здесь была в таком весе побольше, и за счет этого просто лицо полнее, да, смотрелось, такое тоже может быть здесь, прям ресницы такие мощные, в целом она вообще супер красотка, обожаю ее, ну короче, я это много раз, буду говорить, абсолютно классические красивые брови, вот это очень мне нравится, прическа, хвостик, да, такой с красным, там с красным хвостиком, ну вот этот классический голливудский макияж, это из старой эпохи фотографии, просто брови, здесь вот она рыжулька, здесь, не знаю, парик это или свои волосы, мне кажется, что парик, и мы начинаем здесь видеть, ну на этих фотографиях, что вот последнее время, у нее есть вот фирменная фишка, темный супер контур губ, и более светлая серединка, но это у Кристюши, есть отличие в том, что это глянцевая формула, часто не матовая, не классическая какая-то кремовая формула, ничего такого, прям глянец, и также, что у нее часто, это такой более бордово-свекольный оттенок, мы дальше сейчас увидим, с более розоватым центром, то есть не всегда уходит в беж. Мне нравится макияж Кристины здесь, мы его увидим еще дальше, здесь у нее красивый такой красный глиттер, и он очень красиво смотрится, когда она вниз смотрит, и вообще красный цвет, это знаете, такой ее один из фирменных оттенков, губы здесь у нас классические, такие красненькие, и видите, у нее по бокам тоже подрублена нижняя губа, то есть ей пытались сделать такую более ромбикообразную форму, вот этот макияж мне очень нравится, с точки зрения того, как он на ней смотрится, с точки зрения макияжа, но это вообще нетипичный для нее макияж, и обратите внимание, что вот такие вот элементы, конечно, классно смотрятся, когда мы позируем вот так, то есть открывая максимум подвижного века, если будет фотография вот такая, здесь вообще видите, снизу фотография, когда человек смотрит прямо, это вообще будет все незаметно, но вот тут очень красивые губы, и это вот тот вариант, о котором я говорила, такой бордовый оттенок скорее, да, и розовато, такой бежеватый оттенок внутри, и посмотрите, как классно здесь подчеркивает цвет глаз слизистой, потому что она находится на нижней слизистой, и она в зрачке отражается, и кажется, что у нее суперголубые глаза, ну вот здесь вот совсем из юных годов фотография, здесь, я знаете, это сохраняла, кстати, здесь вот у нее лоб такой, ну не особо-то высокий, но все равно создается впечатление немножко вытянутого лица, мне кажется, может быть, у нее средняя часть лица немножко подрастянута, ну в общем, давайте сойдемся на вытянутом овале, давайте сойдемся на вытянутом овале, ну вот это вот крутая абсолютно эра, когда был дете, и все такое, блин, просто моя молодость, конечно, очень крутые вот эти волосы цветные, очень крутые вот эти смоги, которые были прям супертипичны для нее, о брови, просто как вам, господи, что это вообще? Так, ну вот здесь вот тоже это эра дете, где у нас были такие суперсветлые, какие-то полуконсилерные губы, и тогда, конечно, загар был просто супер в тренде. Этот образ с VMA, или с MTV Music Awards какого-то, очень у меня был, блин, ребята, у меня таких кепок было штук 5 или 7, абсолютно разных. Дальше смотрим, здесь она поднабрала вес, и это тоже отражается, естественно, на чертах лица, как и у меня в том числе, да, то есть когда человек набирает вес, то лицо полнеет, и оно как бы расширяется во все стороны, кроме лба, наверное, и глаза, рот, нос, все начинается смотреться, как будто оно достаточно маленькое. Обратите внимание на ресницы, да, то есть у нас вот лейтмотив, это ресницы, которые очень большие у нее всегда, и также лейтмотив темный контур губ. Эти кепки, это было просто, конечно, вообще что-то с чем-то. Так, ну здесь у нас а-ля натюрель, типа, вот этот мне понравился мейк, вообще нетипичный для нее, такой супер арабский, посмотрите на вот эти внешние и агрессивные уголочки, но на этой фотке, она мне кажется, вообще на себя как будто, да, не похожа. Вот этот макияж, но знаете, он на мой вкус не дотягивает по цветам, потому что он зеленый, да, все здорово, все классно, но мне бы хотелось, возможно, по линии роста ресниц, как-то вот какое-то затемнение, более темно именно зеленым, для того, чтобы оно как-то вот вместе все заиграло. По поводу кожи, кстати, давайте тоже пройдемся, но по коже сложно проходиться у всех этих исполнителей, потому что они же все что-то исполняют, там танцы, песни, красные ковровые дорожки, и поэтому они все вечно с матовой кожей, и с влажной кожей, ну их только если какие-то бьюти съемки, и то, как бы очень вряд ли. Кстати, Кристины часто, ну не часто, но парочка раз, бывают проблемы с ресницами, может быть у нее, знаете, еще один глаз, я не помню, как это называется, когда один глаз чуть менее открыт, но мы дальше с вами увидим, то есть у нее иногда ресницы ей клеят ленточные, если одни стоят вот так, а другие типа вот так, и глаза такие один на баз, другой на Кавказ, просто как ресницами можно черты лица испортить. Здесь что-то типа макияжа Адель, и вы знаете, вот ей на внутреннюю часть глаза вообще не сажают ресницы, вот, ну наверное это еще не сажают, потому что долго там надо выступать, и, ну скорее всего это может не комфортно, ну не знаю, короче, ей вот максимально тянут глаза к вискам, вы знаете, возможно у нее есть немножко тенденция к близковатой посадке глаз, но честно сказать, это прям, ну так сильно незаметно, не очень это заметно, но мне почему-то кажется, что может быть это в жизни, как-то чутка заметно, поэтому ей все время глаза растягивают, и поэтому вот на этой фотографии немножко странно могут глаза смотреться. Рыжий оттенок волос, это конечно потрясно, ой, это леди мармелад, но я не скажу, кстати, что у нее там был удачный образ, он какой-то, ну такой, он как бы яркий, понятно, но знаете, ярко и необычно можно сделать так, чтобы это шло, а здесь мне просто вот розовый, фиолетовый и красный, как-то, что-то не то немножечко для меня, вот такие мне образы у нее очень нравятся, она очень много выступает с хвостом, ну с хвостом вообще классно, конечно, потому что все у тебя натянулось, это такая опаньки, короче, красотка брови у нее, классической формы, пушистенькие ресницы, ну это вот такой спокойный, типа вариант макияжа, посмотрите, опять у нас, значит, вот эти вот бешеные внешние уголки, были у нее макияжи классные, с нижними ресницами, тоже это была такая определенная эра, ну тут вот у нас свежесть на глазах, даже без накладных ресниц, конечно, вот это тоже была эра у этого макияжа, просто здесь светлый, такой активный нижний века, потом, ой, вот этот прикольный макияж, но он, я бы не сказала, что он такой типичный для нее, но как-то вот в последнее время ей часто делают сильную оттяжку к виску, и также нижний век ей подводят, тоже стрелку рисуют, ну то есть, чтобы максимально вот это все туда натянуть, вот он, этот красный макияж, который я вам обещала показать, он здесь и с хвостом классно смотрится, короче, все классно, мне нравится, так, ну вот этот тоже хороший макияж, очень похож на макияж Адель, но как бы не то, что прям макияж Адель, а то, что схема, да, то, что у нас светлая матовая подвижная века, оформленная складка и стрелка, вот здесь вот про ресницы, что видите, одни наклеены вот так, а другие наклеены вот так, и здесь даже издалека видно, что что-то с глазами явно пошло не так, сейчас, я не знаю, это сделали буллхорн или инъекции, что и приподняли верхнюю гулу, потому что раньше такого не было, слушайте, ну вот такие вот у нас у вами, собственно, макияжики, я, честно говоря, склоняюсь больше к вот такого плана варианту, каким-то смоке, но дополнить их бами вот такими вот из ее настоящего, да, ну что, давайте подумаем и переходим к своему макияжу. Ребята, ворвусь к вам немножечко из будущего, чтобы напомнить, что уже завтра, уже завтра в 12 часов дня по Москве, то есть завтра 1 марта, стартуют продажи курса Броу Хироу, это курс по коррекции по макияжу бровей, для тех, кто хочет освоить супер классную, творческую и высокооплачиваемую работу бровист, мы скооперировали с Леной Королевой, которая преподавала долгие годы в моей школе ТТБН, она была там и бровистом, очень много удовольных клиентов, мне до сих пор продолжают писать люди, просить Ленина контакты, и пишут, а боже, как жаль, что в вашей студии красоты и школы больше нет, это безумно приятно слышать, но теперь, спустя вот это все время, мы консолидировали наш опыт в области архитектуры бровей, и в области макияжа бровей, сделали такой курс, Лена сделает все показы, покажет коррекцию бровей, всеми возможными, вообще невозможными способами, окрашивание бровей, абсолютно все, я в этом курсе веду блог по макияжу бровей, это просто какая-то энциклопедия бровей, если вы хотите начать работать бровистом, то для вас этот курс подойдет просто идеально, или если вы хотите освежить свои знания, или повысить квалификацию, для вас этот курс тоже будет просто кладить ее знаний, подробнейшую программу вы можете посмотреть уже на сайте natalinaeducation.com, стоимость этого курса составляет 3 990 рублей, и также у нас есть тариф с куратором, стоимость этого курса составляет 6 990 рублей, также важный момент, что оплатить можно курс из любой абсолютно точки, просто при выборе оплаты, вы выбираете оплату из России, или оплату из-за рубежа, и также наш курс можно оформить в рассрочку, это тоже будет функция доступна, когда вы будете оформлять заказ, если вы уже что-то у нас приобретали, то обязательно зайдите на почту, или в чаты по обучению, в телеграме в старой, там везде есть промокод на скидочку на этот курс, и конечно же для участников курса будет рандомный розыгрыш косметики, более чем на 150 тысяч рублей, естественно у нас будет с вами общий чат в телеграме, чтобы мы могли обсуждать с вами вообще все про брови, про макияж, про косметику, так что жду вас на курсе, напоминаю, старт продаж 1 марта 12 часов дня на сайте natalinaeducation.com, я буду начинать макияж с глаз, но я предварительно затонирую вот эту зону, для того, чтобы здесь у меня уже был ровненький тональный крем, я нарисовала спокойно брови, и для того, чтобы я потом могла убрать осыпание. В качестве тонального крема я буду использовать Chanel, Chanel в оттенке B40, вот этот вельветовый крем, и сейчас я буду избавляться от своего татуажа, воспользуюсь моментом, чтобы показать вам, как я это делаю. Мне нужны для этого два консилера, один достаточно темный, но на самом деле можно и один просто среднего оттенка, но у нас вот этот цвет, видите, он такой голубоватый, и для того, чтобы избавиться от голубоватого, желательно использовать персиково-оранжеватый оттенок, потому что если попробовать убрать более светлым консилером, то просто это будет все светлее и светлее становиться, и серее, и серее. Поэтому хочешь, не хочешь, цветовую коррекцию, будь добр, сделай. Итак, я смешала вот такую вот штучку, и теперь я прям графичненько наношу туда, на те зоны, да, которые нам надо с вами убрать, отменить. Не наношу это везде. Ну и теперь будем уже, ну и теперь будем уже делать брови. Здесь пока все подсохнуть должно. Важно, что у нас с вами консилер должен быть матовый, который высыхает. Я добавляю волоски по нижней границе и на кончике. У меня это маркер Stellar в оттенке 2. Для Кристины, конечно, брови уходят ниже, и у нее прям вот они, наверное, по этой форме, но я что-то не хочу это повторять. Теперь я беру консилер в цвет моей кожи. Для меня это Tarte Shape Tape в оттенке Medium. И подчищаю нижнюю границу брови. Перекрываю как раз вот это место с татуажем. Прям плотненько закрыли. Границы растушевали, а здесь прям тапчик-чик в прибивающем движении. И переходим к нашим самоке. Мне нужна будет подводка. Черная гелевая мягкая. Это важно. И также черный гелевый карандаш. Можно только что-то одно. Карандаш я возьму от Наташи Динон. Подводка у меня от Top Face. И нам с вами понадобятся еще пигменты. Можно использовать что-то типа вот такого у меня. Это Inglot в оттенке 88. Он такой прям красивый. Можно использовать какие-то металлические пигменты. Я буду использовать этот Inglot. И буду также использовать пигмент Dope Cosmetics в оттенке Deep Silver. Он прям дает такой зеркальный блеск. И нам с вами смойки надо делать, знаете, такие не супер аккуратные, не супер там растушеванные через бежевый. Просто такие вот черненькие смойки, как мы делали тогда. Это был вообще один из моих фирменных макияжей в то время. Мы с вами начинаем с чего вообще? Мы начинаем с смойки. С того, что мы точим карандаш, потому что он лежал в пещере какой-то, видимо. И уже кончик у него не такой вылаженный. Добрались до мягкого нежного нутра. И нам с вами нужно прорисовать слизистую верхнюю и нижнюю карандашом черным. Потому что мы это будем делать в два слоя. Нижнему веку я сразу его пожирнее наношу. Верхние межреснички. Карандаш, нам с вами напоминаю, нужен прям такой мягенький. Небольшим бочонком смягчаю. Но не прям сильно. Потому что у нас с вами по ресничному краю должен быть самый черный цвет. Теперь нам с вами нужна плоская синтетическая кисть. Мы с вами набираем подводку немного. Прям чик-чик-чик набрали. Теперь нам с вами нужно будет выстроить форму. И я ее буду устраивать от нижнего века. То есть я наношу сюда подводку по нижнему веку. И теперь ставлю кисть на ребро. И делаю оттяжку. Потому что форму я думаю, что мы будем делать все равно такую чуть более современную. И теперь от внешнего уголка начинаю заполнять этот треугольник. Как я построила эту форму? Вытянула относительно нижнего века. И довела примерно до той точки, которая у меня пересеклась бы с линией наивысшей точки. Вот наивысшая точка. Вот практически до нее дотянула я свой треугольничек. Беру небольшую синтетическую кисть и начинаю сразу подсмягчать вот этот треугольничек. И у нас с вами должно быть несколько кисточек, потому что продукт мягкий. И он забивает кисть. И когда на ней становится много продукта, ведь вот такие пятна начинают получаться. Потому что слишком много продукта. Поэтому это вот уже третья кисточка. И чик вот здесь зачистила просто пустой кистью. И просто еще пустой кисточкой вот здесь вот тоже чутка подсмягчаю. Но не прям сильно. В те времена, конечно, мы все делали себе какие-то круглые смойки овальные. Но мне, знаете, хочется сделать какой-то мейк такой. Типа и прошлое соединить, и настоящее. Мне кажется, вот этой тушевки более чем достаточно. Если вдруг переборщили с тушевкой, можно чуть-чуть зачистить пудрой. Ну, как бы это чуть-чуть, да? То есть это пару миллиметров можно зачистить. Так, и на все подвижное веко я наношу подводку. Нанесла, и теперь на внутреннем уголочке уже немножко растушевываем границу. Иногда берем какую-то кисточку с остатками консилера и просто здесь проходимся. Имейте в виду, что граница должна выглядеть такой серенькой, и она в любом случае будет выглядеть грязновато. Это норма. Мы же с вами не растушевываем через бежевый. Вот это все мы не делаем. Так, и теперь сразу наносим пигмент. А что ждать? Собственно, макияж глаз готов. Знаете, что тогда мы использовали в качестве подложки? Ничего. Поэтому там просто 500 килограмм матовых теней наносились. Матовые тени мы с вами тоже будем наносить. Так, на палитру высыпаю, высыпаю пигмента. А инглот... Ой, он тоже красивый какой. Смотрите-ка. Добавляю на внутренний уголочек, потому что я хочу сделать, знаете, переход из минимального блеска в максимальный. Ой, красиво. Так, только не забываем вот это вот дело все еще распределять. Наношу черное сияние тоже на внешний уголок. Вообще, я сейчас на аппликаторе немного подсмешиваю вот этот цвет для блика с черным. Потому что вот этот пигмент, если его нанести экстремально плотно, он вообще будет как зеркало. Я, кстати, добавлю вторым слоем карандаш. И теперь я буду добавлять матовые тени. Я буду использовать черные матовые тени от Наташи Диноны. Набираю я их на плоскую кисточку. Это важно, особенно для оформления внешнего уголка. И здесь я вот именно форму дорабатываю матовыми тенями. И для меня, например, важно вот здесь вот все закрыть черным матовым, чтобы форма глаза прям читалась, да, что она такая наверх уходит. И теперь уже я перехожу на небольшую мягкую кисточку для того, чтобы доработать наш с вами макияж. То есть я набираю немного матовых теней. Закрепляю, собственно, то, что мы здесь растушевали. Внутренний уголочек вот так вот тоже прокрашиваю. А здесь уже у меня будет хайлайтер. Блеска хочется все-таки добавить еще. Поэтому я возьму клей для глиттера. У меня он от... Я, правда, не знаю, они еще живы или нет. Можно взять какой-то кремовый. Лучше было бы, конечно, даже какой-то кремовый клей для глиттера. Но что есть, то есть. И я вот здесь не стесняюсь выйти чуть-чуть наверх. И прилепляю вот этот более яркий глиттер. Ну вот, это я понимаю. Брала сейчас хайлайтер и решила добавить тоже пигмент. Но прессованный пигмент, который спрессовала Настя нами из имеющихся пигментов. Там и Танука. У нее причем можно приобрести эти пигменты. У нее есть видео, где она самостоятельно... Боже мой, прессует пигменты. Это просто вообще, конечно, отвал всего. Кристина, могла ли ты о таком подумать вообще? Посмотрите, как... Я не знаю название всех этих пигментов. Но это вообще просто невероятно. И, конечно, такая форма нанесения. У нее там тоже хайлайтер был. Давайте вот так вот добавим. Короче, Кристина Агилера вообще просто, знаете, как вдохновение. Я просто офигела от того, насколько это красиво. Теперь мы красим ресницы. Я буду тушь из Zara использовать. Но на самом деле вот на верхних ресницах вообще, по большому счету, все равно, что вы там накрасите. Потому что все равно будем сейчас клеить. В качестве ресниц я буду использовать вот такие вот с Алика. Ну, знаете, просто прикол в том, что с такими черными смойки вообще пофиг, что там за ресницы. Мы с вами сейчас отрежем, во-первых, внешний пучок. Внешнему мне все окей. Но вот последние вот эти три пучка, они, конечно, слишком длинные. Их я подстригу. Стричь ресницы надо вот так вот в диагональ. Чтобы, знаете, не было прям вот пеньков. И теперь я чувствую, что они какие-то слишком закручены. Короче, полностью кастомизируем. Я сейчас включаю утюжок. Жду, чтобы он чуть-чуть нагрелся. И вот эти самые кончики, которые очень сильно закругляются, я их подраспрямляю. В целом нормально, но повторюсь, что здесь смойки черные. И по большому счету вообще не особо-то видно, что там за ресницы. Ну, ставлю и теперь приклеиваю внешние, внутренние уголочки. У Кристины совершенно нету фотографий, кроме там одной, где бы у нее было сильное высветление под глазами. У нее овальное лицо вытянутой формы. И, собственно, поэтому и она, или ее визажист не хотят еще больше как бы его растягивать. Консилер только на те зоны, где мне надо что-то законсилить. Мы начинаем с вами бронзироваться. У Кристины нету какого-то мощнейшего контуринга вообще ни на одной фотографии. У нее везде в основном это бронзер. И обычно это вот такая просто диагональная полосочка. Он не сюда, не идет никуда-то еще. Я использую Charlotte Tilbury в оттенке Medium. И вот так вот просто наношу, рисую себе диагоналечку. И, конечно же, подбородок. Ну, у нее еще лоб обычно, ну, не контурируется, а бронзируется. Поэтому можем и сюда накинуть нашего бронзера. Я добавляю румяна из палетки Hourglass. Я просто вот так вот смешиваю и добавляю. Она такая, знаете, не супер румяная, поэтому чуть-чуть добавили и хватит. Как вы знаете, я обычно не контурирую свой нос. Но Кристина контурирует. И, собственно, поэтому я тоже решила себе просто, знаете, постараться чуть-чуть удлинить нос. Я на своем носу прорисовываю просто вот такие ровные линии. Но у нее нос еще немного здесь расширяется. Давайте я тоже попробую что-то такое сделать. Ребята, она контурировалась. Я тут, конечно, знатно пыталась себе удлинить нос. Ну, ладно, я уже думаю, давайте оставим так. Это совершенно не выглядит, как ее нос. Ну, что делать? Я наношу рассыпчатую пудру на центр лица. Переходим к губам. Я буду использовать карандаш от Make Up For Ever в оттенке 608 Limitless Brown. Мне кажется, у нас с Кристиной должна получиться похожая форма губ. Ее визажист тоже выходит за контурок. Так что ничего особенного. Выхожу за контурок в основном вот в этой части. И буду уменьшать себе губу вот здесь. Наношу помаду Наташи Динона в оттенке Amoroso. Ну что, друзья, я подразделась. Ну, не до конца, конечно, но все. Ну, я в топе, короче. Здесь я, конечно, очень светлая. Слушайте, ну что? Ну что, как вам? Что мы с вами думаем? Просто розовый свитер, он, знаете, забирает сразу все от этого макияжа. Мне нравится, но, конечно, я должна признаться, что это первый раз в этой рубрике получился такой макияж не прям вот Кристины Агилеры, а такой вдохновленной Кристины Агилеры, потому что ее просто нету типичного, как мне кажется, для нее макияжа. Но я постаралась использовать какие-то фишечки, которые используют ее визажисты, скульптурирование, контуринг носа, более-таки брови, вот эти ее смоки, которые ей тоже с удовольствием делают. Ну, в целом, я довольна, честно говоря, своим луком, я прям себя в нем чувствую. Хорошо, что так, если бы я вся, конечно, загорела, я была бы. И прям я готова. I'm a genie in a bottle. Вот это вот все, короче, я готова. Напишите, пожалуйста, внизу, понравилось вам или не понравилось. По нашей с вами доброй традиции пишите, кого мне взять дальше на наш с вами разбор. И, конечно же, я буду рада вашим комментариям и вашим подпискам. Спасибо вам огромное за просмотр. Мы с вами увидимся в следующем видео. До встречи и всем пока!